здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем кофточку очень классную коротенькую такую я не знаю как ее назвать она и не летняя и не зимняя вот такое что дадимся как раз в тему сейчас значит расчеты у меня на в трех размерах это 3x что это значит здесь у нас 36 42 44 50 50 и 52 60 то есть вещь очень широк смотрите если смотреть по главным деталям это свободная вещь но тут вопрос в том если большой размер как бы будет хорошо коротким до девчонки поэтому смотрите если что удлините да я вам говорю на вот эту вот длину то есть детали вот такой вот как бы такая кофточка а вы удлинить я думаю сможете детали очень простые смотрите здесь все прямоугольники здесь только сокращения и рукав все очень просто узор очень простой я буду показывать на как бы потому что вязала я из мохера сейчас я про пряжу все расскажу и тут я сама со своим зрением не вижу а вам и подавно поэтому набор петель резинку узор под добавление как я все дела у вернее убавление как я все делала я вам покажу расчеты покажу расскажу и все подробно объясню я думаю показывать как я закрываю петлю это уже не нужно самые основные ключевые моменты я вам покажу все остальное расскажу значит спицы 4 миллиметра 4 миллиметра пряжа у меня вот такой вот кид мохер девчонки подбирайте сейчас я вам объясню расскажу метраж значит у меня 25 граммов это 250 метров значит что у меня на мой размер ушло 275 граммов 250 и здесь 300 граммов значит 100 граммах у нас тысячу метров 100 граммов тысячу метров вот такой вот у нас метраж пряжи и вот здесь вот расход в два сложения я вязала этой пряжей так про пряжу сказала спицы 4 миллиметра да и расход пряжи узор набор петель резинку сейчас все буду показывать по деталям значит и так все детали мы начинаем набор классическим набором петель и полая резинка я все детали до зала и так смотрим на таблицу если эта спинка у меня во всех схемах количество петель для всех размеров вот маленькая среднем большое все три варианта здесь тоже количество петель и это количество рапортов об этом мы поговорим потом здесь вот количество петель для рукава то есть везде одинаково мы набираем петли я сейчас произвольное количество петель набираю вот классическим вернее вы можете набрать петли любым для вас удобным способом ну что я хочу сказать что в кидмохере этот способ совершенно не важен потому что там все теряется в этих волосочках и и ничего не видно вот так первый ряд мы набираем то количество петель которая соответствует вашему размеру и детали и вяжем значит одна петля полая резинка одна петля мы провязываем вторую петлю мы снимаем нить перед петлей провязываем нить перед петлей провязываем нить перед петлей и так до конца ряда так и последний ряд у меня получается лицевая изнаночная петля кромочная всегда далее второй ряд ту петлю которую мы провязывали ее видно здесь вот смотрите она провязана видите ее мы сметь снимаем нить перед петлей ту петлю которую мы снимали мы провязываем здесь ориентируйтесь визуально дальше будет видно вот изнаночную снимаем нить перед петлей лицевую провязывая снимаем провязываем снимаем провязывая то есть вот таким вот образом мы вяжем резинку лицевую мы провязываем изнаночным мы не провязываем а снимаем нить перед петлю вот видно вот эта петля где лицевая мы провязываем изнаночную у нас здесь тоже видно мы ее снимаем провязываем снимаем и так далее и таким образом вяжем резинку вся резинка у нас 22 ряда везде везде по всему по всем деталям у нас вяжется резинка 22 ряда когда вы провязали 22 резинки вот сейчас я взяла пример как бы спинку да у нас разница только в рапортах все все количество петель везде посчитано на количество рапортов до плюс петли симметрии в любом случае вот на сразу на передние детали и на спинке мы сразу переходим к узору и начинаем вот таким с чего мы начинаем узор снимаем петлю изнаночная лицевая и далее раппорт 2 изнаночные то есть я сейчас показываю как мы начинаем и заканчиваем ряд 2 изнаночные 3 лицевые далее 2 изнаночные лицевая изнаночная и кромочная что это значит разрисую значит изнаночная лицевая 2 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные лицевая изнаночная здесь кромочная кромочная раппорт у нас составляет вот так что то есть раппорт у нас 8 петель эти петли у нас для симметрии раз два три 4 и кромочная 5 то есть у нас все количество все количество петель везде разделено на 8 плюс 5 это для самоконтроля то есть вот начало до начала ряда вот конец ряда между ними рапорты по повторяются вот он рапорт который повторяется и везде я пишу смотрите здесь восемь рапорта 9 рапорта 10 рапорта это значит что в количестве петель уже посчитаны эти 5 и пишу количество рапорта для проверки здесь тоже самое петли рапорты петли рапорты для всех размеров я думаю понятно да вот 8 8 рапорта так и далее вяжу изнаночный второй ряд изнаночный по узору где лицевая мы вяжем лицевой где изнаночной мы вяжем изнаночной так и сам узор выполняется один раз в каждом четвертом ряду вот сейчас для начала я провязала 2 ряда и теперь там где 1 лицевая мы ее просто провязываем изнаночные провязываем то есть у нас начало ряда изнаночная лицевая 2 изнаночных узор выполняется вот смотрите только там где 3 петли 3 петли у нас берем третью 1 2 1 2 3 берем и вот так подтягиваем и одеваем их на эти две провязываем лицевая делаем накид провязываем лицевая вот этот узор у меня есть на канале 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные то есть все мы вяжем по узору только на вот этих вот трех петлях мы делаем вот такой переброс лицевая изнаночная лицевой лицевая накид лицевая 2 изнаночные лицевая изнаночная кромочная далее 3 ряда в мы вяжем по узору это изнаночный ряд как лежат петли лицевой ряд здесь эти три петли мы провязываем просто тремя лицевыми и еще один изнаночный ряд так и в четвертом ряду то есть я провязала 3 ряда изнаночные лицевой изнаночный и теперь следующем лицевом ряду я делаю то же самое эти петли у нас провязывается по узору а там где три третью я набрасываю на первую вторую лицевая накид лицевая 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные здесь снова вывязываем узор и таким образом мы вяжем далее так спинка девчонки теперь давайте по основным деталям спинка у нас вяжется просто ровно вот здесь вот на каждой детали у меня написано количество рядов вот она ряд и 20 раппорта вверх 20 раппорта вверх это значит вот он рапорт 4 ряда до от переброса до переброса здесь на этом этапе вы можете удлинять понятно да что спинка мы просто набираем петли и вяжем ровно по узору вот здесь количество у нас раппорта вяжем по узору далее отпечатался у меня узор хотела вам еще сфотографировать передняя деталь передняя деталь мы набираем вот наше количество петель количество рапортов тут уже для контроля кстати забыла сказать плотно связание у нас 23 примерно 23 петли пряжу ну понятное дело что кид мохер он он гуляющий поэтому такой ориентировочная плотность вязанием 23 петли в 10 сантиметрах здесь у нас значит мы набираем петли и 20 рядов вяжем тоже переходим нас вяжем 22 ряда резинкой передняя деталь переходим на основной узор количество раппортов у нас здесь и вяжем 5 рапорта вверх далее после 5 раппорт мы делаем сокращение вот здесь вот написано 11 сокращений по одной петле в каждом шестом ряду что это значит что мы сейчас изнаночные провяжу вяжем вяжем абсолютно две одинаковые детали и делаем сокращение только сокращение на одной детали в начале ряда на второй детали в конце ряда это то что я говорила раньше говорила вот мои сокращения на основной детали смотрите начинается деталь абсолютно одинаково вот а сокращение у меня здесь в конце ряда вот видно они пошли сокращения а здесь в начале ряда и поэтому из двух одинаковых деталей получается такой вот такие вот две полочки вот это я почему так объясняю потому что часто задают девчонки вопрос я скажу да в зеркальном отображении 2 детали не а как как то есть для правой полочки мы делаем сокращение после кромочной петли вот провязываем вместе я провязывала две петли петли вместе изнаночной узор вяжем по узору если это левая полочка то мы эти две провязываем здесь начинаем вязать по узору а провязываем здесь их 2 изнаночные вот так вот и получается вот так вот и получается в зеркальном отображении теперь в каждом шестом ряду значит я вяжу изнаночный ряд лицевой ряд изнаночные лицевой изнаночный это пять рядов это два лицевых и три изнаночных и в шестом ряду лицевом следующем я сделаю делаю с этой стороны сокращение то же самое провяжу две петли вместе изнаночной таким образом у нас получается в каждом шестом ряду 11 раз мы сокращаем для всех размеров общие как бы высота у нас 60 сантиметров полочки почему потому что здесь у нас 24 раппорта высоту она выше на 16 рядов полочка обратите внимание то есть все сверяйте с вот этими вот числами спинка у нас 20 рапортов полочка у нас 24 раппорта так теперь давайте поговорим про рукав рукав у нас тоже в принципе то квадрат значит что мы делаем вот три размера от меньшего к большому я вяжу средний размер у меня 57 петель набираем точно также 57 петель и я здесь не нарисовала 22 ряда точно также вяжем этой полой резинкой да вот я допустим провязала единственное что у нас отличие здесь у нас петли количество петель увеличивается и вот здесь вот в скобочках я написала сколько петель для каждого размера мы добавляем вот здесь у меня 28 петель я должна добавить чтобы добавить это количество петель мы делаем таким вот образом в двадцать втором ряду это изнаночный ряд я после кромочной делаю воздушную петлю здесь две петли провязываем опять дело через каждые две петли после кромочной начинаем и потом через две петли добавляем здесь вот может быть либо 2 остаться либо 1 зависимости от количества вашего петель для вашего размера и далее когда мы добавили эти петли в итоге у нас получается вот это вот количество петель у меня это 85 для рукава и для вашего размера вот вот ваше количество петель после добавления и по итогу это получается по итогу и мы начинаем то же самое с изнаночной вот по этой схеме изнаночная лицевая лицевая 2 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные то есть здесь у нас деталь видно уже даже расширяется вот если я вам сейчас покажу это передняя деталь видите плавно переходит в основную деталь и рукав рукав у нас видно да вот смотрите разница это здесь у нас добавление а далее вяжем ровно далее вяжем ровно рукавчик 20 рапортов это 80 рядов и все петли закрываем закрываем любым удобным для вас способом единственное что хочу сказать не стягиваем чтобы у нас здесь все было свободно так и хочу еще сказать вот да снимаю кусочек я здесь в этой я предвижу вопросы про цель навязанный цель навязанных у меня вещей полно вот из кидмохера я настоятельно рекомендую вам вязать отдельными деталями потому чтобы изделия просто эти швы будут держать форму потом изделия они эту конструкцию будут держать в куче да поэтому у этой модели я предлагаю вязать раздельными деталями и потом сшивать и так по итогу что у нас получается вот она спинка просто прямоугольник далее у нас 2 2 передние детали это рукав рукав две передние детали вот они с вырезом где мы делали сокращение одну деталь мы делали вот в конце видно это левая полочка вторую деталь это правая полочка мы делали в начале ряда и два одинаковых рукава раз два вот я думаю понятно теперь что мы делаем мы берем спинку кладем изнанкой на стол это не обязательно на значит здесь вот так вот прикладываем плечики и сшиваем плечи здесь совмещаем обязательно вот наши рапорты по плечу и пришиваем вот так вот я сшила одно плечо вам покажу что совместить вот эти полосы до чтобы они совпадали и сейчас таким вот образом 2 я просто вам хочу показать как я сшивала вот так вот и вот 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 так сшивая и так сшила я плечи как и вот смотрите у всех останется вот так вот три рапорта по срединке это нормально это так должно быть далее что мы делаем девчонки определяем наше плечо для этого я складываю это детальки то есть тут спинка вот передняя деталь и вот так вот ровненько складывая то есть вот здесь вот та разница видите шоу у нас получается вот на 5 сантиметров там где-то 45 и вот этот сгиб мы отмечаем можно маркером я вот запомню что это напротив третьей дырочки теперь беру рукав складываю пополам вернее тут даже складывать не нужно тут у нас вот по 10 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вот у нас у меня 10 рапортов то по центру меня получается вот эта полоса и я прикладывают вот здесь у меня плечо и эту полосу я прикладываю сюда то есть средину совмещаю с плечевой точкой вот этой которая у нас в точке сгиба ищу от этой точки сюда рукав то есть я буду начинать отсюда и от этой точки сюда чтобы равномерно и получится что рука вот это плечо у нас уходит на спинку я сейчас пришиваю и так девчонки ой и так мои хорошие пришила я рукава вот смотрите здесь у меня от низу стык получился на 99 рапорта буду проймы это так ориентировочно я вам говорю и что у нас получается вот у получается такая вот конструкция да этот шок у нас уходит на спинку теперь мне нужно связать планку это я с изнаночной стороны вам показываю вот так вот это все выглядит на данном этапе чтобы вы не пугались вот этого вот и теперь планка значит что для планки девчонки у меня есть так как здесь это у нас кидмохер и ни черта не видно извините меня за грубость но это на самом деле так почему я вот в таком формате видео планку мы вяжем знаете как у меня есть прекрасное видео подробное описание вот этой вот планки которая не пришивается а вяжется вот так вот отсюда и по кругу полностью точно повторяем планку потому видео которое у меня там я сейчас беру спицы 3 миллиметра то есть на размер меньше и начиная с вот этого с правой полочки начинаю вязать план единственное что здесь у меня вот 5 раппорт 1 2 3 4 5 вот здесь уже начались сокращения то есть здесь мне нужно разместить три дырочки вот здесь сделаю одну вот здесь вторую здесь третью все вот это у нас в том видео девчонки так что переходим ссылка побед под видео в описании и вяжем планку красивую цель навязанную шикарную по кругу и так мои хорошие значит связала я планку что хочу сказать планка у меня из 12 петель сделала три пугови три пуговицы три дырки я сделала и пуговицы пуговицы вот эти вот царь и экспресс девчоночки обязательно оставлю на них ссылку они такие классовые конечно не знаю я в общем не пришла там но это так это мое видение а вы там смотрите в общем пуговички подбирать единственное что хочу сказать длинные рукав но это же я не себе вязала девчонки меряйте длину рукава меряйте по себе на свой рост то есть то есть вот так вот да в принципе все сейчас показ на мне все остальное уже ваше решение и финалочка девчонки вот при жаре 30 градусов конечно фотосессия это такое себе попробовала с тремя как бы видами низа вот этот который мне совсем не понравился где я толстая вот все мои целлюлиты видно и живот и бедра не мое это все не мое и все я в конце поставила самый мой оптимальный вариант который мне нравится вот в котором я себя комфортно чувствую я поняла вот сейчас глядя на себя что мне комфортнее вот всего сейчас вы увидите там в конце это я так показала просто чтобы чтобы было вот потом юбка и тело при этом смотрите что позволяет хорошо как бы играть с запахами вот это вот вещи скидмохера она очень тоненькая то есть вы ее в пояс запихнула я концы вот такой вот запах сделала и она вполне себе естественно вот сзади она все висела вот видно на первой фотографии а впереди запахи очень очень стильный к так мне так понравилось вот этот этот вот вариант как бы запахом вот ну и вот ну и вот вот это я люблю одела широкие штаны все спрятала и прекрасно себя чувствуешь это мою это понятное дело что этот вариант мне нравится больше всего а вы смотрите девчонки у каждого и дело известно что не попробовал можно было бы попробовать конечно этот эту вещицу завязать еще очень хорошо и завяжется общем так вот девчонки а на сегодня все я с вами прощаюсь с вами была Вика и школа рукоделия всем пока пока